Здарова всем, ёпты бля, с вами обзорщик номер тунер и седрон дрончик мазфак бич Сегодня у нас будет обзор, так сказать, фигурки из игры Gravity Rush Cat Непосредственно, вот, эта фигурка у нас была выпущена по первой части игры, так сказать Потому что год выпуска у нас 2012 Также это называется Gravity Kitten, ёпты бля, Gravity Taze это китайское название игры Давай сначала проведём аналитику на коробочку Коробочка здесь прикольная, такая квадратненькая, так сказать, и такой золотой шовчик присутствует Я бы сказал, неплохой жопный шовчик Давайте непосредственно проведём вскрытие Фигурка уже продавалась без скотча, ну, это был витринный, так сказать, экземпляр Так что коробочка уже вскрыта была, но всё равно надо провести, так сказать, анпекинг Вскрытие непосредственно Непосредственно сама фигурка у нас находится вот в такой вот кипке бля, пластиковый, как обычно, шехерни Сейчас мы проведём распаковочку полную Непосредственно убрать это всё равно И давайте непосредственно приступим к распаковке Так, что у нас здесь присутствует непосредственно Давайте рассмотрим, так сказать, подставочка Дальше Яблоко Точнее, непосредственно сама фигурка Кэт, ябты бля В полиэтиленовом пакете И кошечка, ябты бля, кошка Далее у нас лёд подставка для кошки, так сказать Маленькая мини-подставочка для кошки И большая подставочка для основной фигурки Давайте непосредственно закрепим это всё И посмотрим, как это будет, ябты бля, выглядеть Так, ябты бля, ну вот так, сказать, выглядит фигурка у нас непосредственно в сборе Вот боец маленький у нас тут присутствует Прозрачный И боец побольше Яблоко крепится нахер в руку Вот так вот непосредственно вставляется в руку Давайте же проведём непосредственно аналитику на саму фигурку Ну, кошечка у нас, ябты бля, в принципе, тут придраться не к чему Это просто кошка из пластика Она однородная по цвету, по-любому Где-то на фабрике красили Не вручную Вот, к самой фигурке Кэт И есть некоторые претензии Покраска видно, что нормально Ну, там, блин, не написано нахер, что бойцы вручную красили Но присутствуют всё-таки некоторые у меня претензии, так сказать Потому что тут нахер белизна Вот видите, не прокрашена вот здесь вот Это бросается в глаза, это минус, я скажу Сзади всё прокрашено, всё нормально В принципе, это единственный минус, который я смог найти Ну, то, что яблоко нахер всё время отваливается Это второй минус А так, розничная стоимость фигурки составляла Когда я её покупал по восемь тысяч девятьсот семьдесят рублей Дорогие друзья То, бля, я, в общем-то, считаю, что фигурка своих денег стоит Потому что, ну, действительно, качество довольно неплохое И так вот Ну, а с вами был обзорчик Номбор, Тунер и Сидрон, Роничек, Матус Вахубич Подписывайтесь на второй канал Подписывайтесь на первый канал Ставьте жирные пальцы вниз Ждите новых обзоров фигурок там и прочего говна Субтитры сделал DimaTorzok